Эта черная мантия смотрит, ага, капитан на судне. Ну, раз ты на судне, и ты там один, то ты за него и отвечаешь за это судно. Логично? То есть мы стояли вдвоем с ней на пирсе, я вышел с судна и говорю, я не капитан. Как доказать, что кошка живая, и она именно кошка? Ты говоришь, это кот. А твой гость говорит, докажи признаки кота, опиши. А теперь то же самое про мужчину скажи. Ты же к коту не залазишь в это под хвост, не показываешь, что вот смотри, у него яйца есть. Если коту одеть юбку, он станет кошкой? Как называется это неровность на шее? Кадык. У женщины он есть. Когда даже пол меняют, кадык-то остается. Сразу видно, что мужчина идет. А раз идет, значит живой. Постоянно меняющийся и саморазвивающийся. Самые два главных вопроса в теме живых, это ты кто и что ты хочешь? Ключевое слово сам. Но они не знают, как эту конфетку готовили, из чего она состоит. Завтра вас научат прыгать с девятого этажа. Вы что, все пойдете прыгать с девятого этажа? А говорить то, что не осознаешь, это разве не моральная смерть? Почему нельзя в процесс заходить? Чтобы он просто так не бегал по земле, не предъявлял там права свои на землю. Создают персону в виде лодки и сажают ребенка в эту лодку. Теперь ты здесь, капитан. Вызывает в порт под названием суд. И чтобы зайти в этот порт, ты должен показать паспорт. Пропуск в порт. Я тебя сейчас буду судить. Твое судно. Блин, а кто капитан-то? Кто за это судно будет нести ответственность? Кто отвечает за судно, если на нем нет капитана? Тот, кто его создал, построил это судно. Эмитент, завод-производитель, пытается слепить тебя вот с этим кораблем. А судить это буквально отвечает за судно. А я не назвался лицом. Поэтому она сама себе зачитала эти права. Я судья. То есть я ответственный за данное судно. Ну как она сама себя судит? Ну это по морскому праву-то. Ты вопрос задал про континентальное право. Тебе выдали паспорт на судно. Бумагу под названием паспорт. И обрати внимание, что у них даже роспись выше находится. Назовался капитаном? Полезай на судно. Все. Субтитры сделал DimaTorzok И почитал тут кое-что. И вот я смотрел видео «Победа в суде». Победа живого мужчины в суде РФ или в объявлении я кончу 21-го, 16-го. 21-го года, 11-й месяц, 16-е число. И я так понимаю, что Антон. А скажите, вот с ним как-то можно пообщаться? С Антоном? Да. Ну это вряд ли. Это имя. А вот живой мужчина, хозяин имени Антон, слушает. А, можно так обращаться? Да можно вообще без имен. Нет, ну если вам так, если это корректно, то... Да как удобно, так и обращайся. Дело не в этом. Время отнимаешь. Суть вопроса. Ну я просто, я живу в городе Омске, меня зовут Андрей. И вот я тоже сейчас, вот у меня вот всевозможные суды по поводу ЖКХ и все такое. Ну я вот как-то вот увидел, вот у вас, ваше видео, вот это вот судьей, что оно эффективно, вот эта тактика, стратегия, я не знаю, как правильно. У меня вопрос, то есть вы заявляете, заявляете живым мужчиной, да? А это ведь надо живым мужчиной заявиться, это надо же где-то, чтобы это было зафиксировано, да? То есть просто так взять и сказать, что я живу, это же, наверное, неправильно. Почему? Как? А? Почему неправильно? Ну, я вот читал, например, что это где-то должно быть отображено, ну не знаю, что в газету там, какой-то, чтобы было опубликовано в газете варианты. Кто-то пишет, что еще я такое слышал, что можно записать видео, что я живой человек, я живой мужчина, и опубликовать это на ютубе. То есть вот я такое слышал. Вот скажите, как правильно? У тебя животное есть? Как правильно? А? У тебя животное есть? У меня нет, ну был у меня кот когда-то. Вот когда у тебя был кот, ты его сам назвал? Ну да. А ты где-нибудь в газете публиковал, что ты его так назвал? Нет. Нет. А по телевизору где-нибудь говорил, что ты его так назвал? Нет. Ну а когда кто-то приходил к тебе в гости и спрашивал, а как его зовут, ты что ему давал газету или показывал по телевизору, что его зовут так? Нет, ну это, не, не, я понимаю просто, что одно дело это когда просто знакомо, а другое дело, ну так называемые органы власти или эти суды. Ну а кто это дело, что так называемые? Ну вот я вот эту тему очень сейчас изучаю, вот, и поэтому как бы вот, и я пересмотрел кучу видео про суды, я сам бывал на этих судах тоже периодически, ну в качестве слушателя что ли. Ну так, в теме, как это все происходит, насколько это все беспредельно. И когда я вот это ваше видео посмотрел, когда это судья, причем все реально, как она вот это не нашла персону, это, конечно, супер просто. Вот понятно, что там очень много ловушек, то есть из которых, ну, надо... Это все ясно, давай ближе к делу, суть вопроса... Ну вот я и скажу, то есть, скажите, суть вопроса в том, чтобы заявить себя живым мужчиной, то есть ничего не надо? Ну, потому что вы там упоминаете, что вас объявили живым мужчиной, и что это отображено там на телеканале НТВ было, что-то такое, если я не ошибаюсь. Не меня, я сам там заявился, то есть приезжала НТВ, когда мы начали эту движуху два с половиной года назад в Фургуте, они заказали НТВ, чтобы нас дискредитировать. Мы-то обрадовались, что, о, приехал НТВ, сейчас мы ей все расскажем. Ну, мы им рассказали, мы им час рассказывали. Они выпустили репортаж на 4 минуты, причем перевернули все с ног на голову и чуть ли не сектантами нас там выставили. Вот, но они в этом репортаже вставили мою речь, где я говорю, кто я. Я там говорю, что я живой мужчина, хозяин имени Антон, собственным именем Антона, из рода Булгак, сын Николая. Жданином РФ я не являюсь. И таким образом они официально на весь мир оповестили, что явился, точнее осознал себя. Ну, это, как бы, получается, как случай такой у вас случился, а вот когда, когда, когда вот просто, ну, не ко всем же поедет НТВ. То есть это просто ты, как сказать, вот, допустим, там ты приходишь в суд и просто вот на глубоком глазу говоришь, что ты живой мужчина, да? Человек живой мужчина. Они скажут, а, типа того, что, а как вы, чем вы это подтвердите? Ну, к примеру, я предполагаю просто, что может быть такое. Вот как, как вот вы в этой ситуации быть? Ну, ты вот как докажешь, вот, что ты мужчина, не живой? Ну, как, ну, как? Я просто скажу, что я живой мужчина. Просто сказать недостаточно. Нужно уметь всегда обосновать то, что ты говоришь. Вот, 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 вот это я и, вот мне это интересно, вот это я и вот и спрашиваю. То есть вот так, как это, как это лучше всего? Так вот лучше всего вообще не говорить, что ты живой и мужчина, если ты не умеешь обосновывать. Ну, учись сначала, а потом уже говори. Ну, понятно, ну, вот я и, поэтому и хотел у вас принцессоваться, как это? Ну, как, как, думай. Как доказать, что кошка живая и она именно кошка? Ну, не знаю, ну, как, 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 я даже не знаю, что на это ответить. Она развенуждается в доказательствах. Ну, вот приходит к тебе в гости кто-то, я не знаю, любой. Выходит кот, твой гость спрашивает, а это кто? Ты говоришь, это кот. С именем там, ну, допустим, не знаю, там, Вася. Вася. А твой гость говорит, докажи. При этом вот давай это, опустим, что там, это глупо, это абсурдно, это естественно и все такое. Пришел ребенок, ему 5 лет, он впервые видит кота, вот докажи ему, что это кот. А что, не ого, а давай мысли, рассуждай. Не, ну, как, это же все, как говорится, Богом создано. Что Бог создал, то и, как бы, ну, вау. Люди назвали, это котом, ну, это животным котом, я так понимаю. Признаки кота, опиши. Ну, как, ну, лапы, когти, хвост, уши, шерсть. Ну. Ну, что он няукает. Вот. А теперь то же самое про мужчину скажи. Вот живой мужчина. Давай, признаки, характеристики, особенности. Как говорится, особые приметы. Глаза, руки, ноги, голова. Это ты описываешь человека, потому что у женщины то же самое есть. Я тебе говорю про мужчину. Ну, говорить про первичные половые признаки, что ли? Это то, что под стонами, под одеждой находится. Ну, да. Это да, про это тоже нужно говорить. Но в последнюю очередь. Угу. А первичные, вот, ты же к коту не залазишь в это, под хвост. Не показываешь, что вот, смотри, у него яйца есть. И еще кое-что. Ты описал, первичные признаки внешние, как он с виду выглядит. То же самое, я тебе говорю, про живого мужчину, скажешь, сделать. Ну, задачка. Да что задачка? Чем мы, блин? Давай, вот, у себя-то в голове прокручивай. Разные типы мужчин там. Неважно какой профессии. Как они выглядят внешне? Внешне? Ну, мышечная масса, тип фигуры. Короткая стрижка обычная. Могут быть усы и борода. У женщины может быть то, что ты назвал? Может. Ну, борода вряд ли, а усы бывают. Ну, я имею в виду настоящие усы. Не там, не какая-то там растительность. Настоящие бывают. Ну, это, у женщин, у которых какие-то гормональные сбои. Бывают усы, они ходят с усами. Я тебе говорю, я тебе не рассказываю про исключительные случаи. У котов тоже есть порода сфинкс. Без шерсти. Я тебе говорю, 99%. Ну, че, ну, вот, вот ты назвал. Борода, усы, че еще? Ну, мышечная масса, как сказать. Это не критерия. У кошек тоже есть мышцы. И у котов есть мышцы. Так. А что, у женщин нет воли? Ну, есть воли, ну, конечно, есть. Ну, скажем так, у женщин настолько разнообразные и непредсказуемые, что можно сказать, что у них и есть воля, и нет воли одновременно. Ну, да. Потому что они постоянно не знают, что они хотят. Но при этом постоянно что-то хотят. Да, да, да. Ну, интересная задачка. Как сказать, что я живой человек-мужчина. И в плоти, и крови. Вот ты скажи, у тебя борода есть? Чего? Нет, нет бороды нет у меня. Усы есть? Нет. Ну, если я скажу, что я одеваюсь в таком штане, а женщины тоже в штанах ходят. Если коту одеть юбку, он станет кошкой? Нет. Ну, интересный, интересный такой поворот. Я даже как-то не готов ответить на это. Так в том-то и дело, что вы вообще не готовы к теме живых, а залазите и говорите, я живой мужчина. Так я не залазил. Я не залазил еще. Так ты залазишь, ты мне звонишь, ты же интересуешься. Ну, да. Так ты почему сам себе эти вопросы не задавал? Завтра возникнет тема там, я не знаю, ну, не знаю, каких-то там зеленых инопланетян. Все начнут говорить, я зеленый инопланетянин. А кто такой зеленый инопланетянин? Элементарные вопросы. Ты кто? Ты говоришь, живой мужчина. Кто такой живой мужчина? Отличительный признак. У тебя шея есть? Есть. Ну, ты когда бреешься каждый день? Ты шею бреешь? Нет. Нет? Ну, как? Где, где, ну, тогда, если есть на шее, волосы отрастают, я их брею спереди, конечно. Ну, у тебя там неровности есть на шее? Ну, есть. Как называется эта неровность на шее? Кадык. Кадык. У женщины он есть? У женщины нет. Ну. Внешний признак? Внешний, согласен. Ну. Вот у тебя, по сути, получается только один внешний признак, что ты мужчина. Угу. Ну, и косвенно можно сказать про голос. Угу. И то не факт. Есть женщины с басом. Есть. Ты понимаешь, когда даже пол меняют, кадык-то остается? Кадык остается, да. Ну, хотя некоторые и кадык вырезают. Хотя многие забывают про это. Да. Так вот, если ты хочешь стать живым мужчином, дело твое, конечно. Я вот отпустил бороду, усы. А я видел на видео, да. До меня за километр все видят, сразу видно, что мужчина идет. А раз идет, значит, живой. Двигается, значит, живой. Разговаривает, постоянно меняется и развивается. Вот это слово живое означает. Постоянно меняющийся и саморазвивающийся. Соглашусь. Доказал я тебе, что такой живой мужчина? Да. Да. Ну, вот просто мне тут предстоят суды, меня все тягают по этим ЖКХ-шным делам. И вот я просто посмотрел ваше вот это видео, как грамотно все там было. Я хочу, ну, я просто, как сказать, хочу попробовать, хотел бы вот каким-то так же попробовать. Так, чтобы так же попробовать, тебе нужно разобраться в каждом слове. Да, да, да. Вот я и заинтересовался, и вот сейчас вот пытаюсь разбираться. То есть я вот на несколько раз посмотрел это видео, но, конечно, не просто это. Так это видео случилось не просто так. Я до этого, знаешь, что пережил вообще? Это неописуемо. Хотя это все озвучил в своих видео. Ну, я там посмотрел, да, кое-что, там, урис, конечно. Так вот я начинал, когда я в тему живых залез, я начинал с каждого слова. Научился трактовать каждое слово, что он означает. Самые два главных вопроса в теме живых – это ты кто и что ты хочешь? Что ты хочешь, ты озвучил. Кто-то и ты тоже озвучил, хотя вот кто-то и ты не смог доказать. Это я тебе расписал кто-то. А вот чего ты хочешь, тоже ты озвучил. Ты хочешь сделать так же. Но у тебя не получится так же. Никак. Пока ты не разберешься в каждом слове. Ну, вот я и хочу разобраться. Ну, так разбирайся, я-то тебе зачем до этого? Ну, просто раз вы уже все это знаете, что посоветоваться с вами. Я тебе даю совет, разбирайся сам. Вот когда человек приходит в суд, так называемый, и начинает говорить, что я суверен, я носитель власти, я самодержавец и все остальное. Ну, что он самостоятельный, дееспособный. Но при этом вообще понятия не имеет, что такое суверен, что такое самодержавец. Вообще не понимает, что он говорит. И вот эта черная мантия элементарно его ловит на этих понятиях. Задает элементарный вопрос, а кто такой суверен? И все. Да, да. А раз ты не можешь разъяснить, что ты сказал, раз ты не можешь дать оценку своим собственным словам, то какой ты дееспособный? Соглашусь. Вот я сейчас за тебя пояснил, разъяснил, что такое живой мужчина. Это буквально звучит, что я взял опекунство над тобой и за тебя что-то сделал. Вот и все. Вот в этом смысл все вот это заседание. Как только он тебя на этом поймает, он за тебя решит твою судьбу. А когда ты самостоятельен, сам умеешь самоопределяться, то есть сам определил, кто ты, сам разъяснил, кто ты, каждое слово, то ты сам можешь решать свою судьбу по логике-то. Ну да. Так вот и стремись к этому. Когда ты сам научишься все делать, вот тогда ты будешь самостоятельный и самодержавный. Самодержавец буквально означает, сам себя держит. То есть тот, кому не нужна поддержка, не нужны подсказки. А тут, получается, я за тебя все разъясню. Ну вы уже человек опытный уже. Да дело не в опыте, дело в осознании. Даже если я какой-то там, если я в это, как сказать, то есть, ну вот на втором заседании я вообще там старался как можно меньше говорить, чтобы быстрее процесс закончить и чтобы меньше ошибок совершить. Ну и то там я много ошибок понаделал. Это вы вот про это видео говорите, где не удалось навесить персону, да? Да, да, да. А как я эти ошибки увидел? Да я просто свое видео раз в 40, наверное, пересмотрел. Раз в 20, когда монтировал, еще раз в 20 после монтажа в готовом виде. У меня вот, в отличие от вас, есть уникальный, как сказать, уникальный инструмент, за счет которого я сам себя познаю. То есть я сам сходил, сам заснял видео, сам там эти камеры повыставлял на два телефона, сам эти видео с телефона переписал на компьютер, сам их обработал специальным образом, чтобы они там, там, звук от видео не отставал и т.д. и т.п. Сам их загнал в программу монтажа, сам смонтировал, сам наложил звук, сам наложил музыку. Ключевое слово сам. И как бы и во время... Подожди, и во время монтажа, то есть там нарезки делаешь, вырезаешь паузы, там, эконя, мэконя, там, лишнее и все остальное, там, компонуешь. Это, короче, вот это самая трудная, самая большая, самая трудная, самые большие труды, которые никто никогда не видит. Все видят только конечные видео. Ну да. Все думают, вот, сходил, пришел домой, загрузил на YouTube и все, и готово. Ни хрена подобного. Нет, я понимаю, о чем вы говорите, потому что я сам монтирую тоже и снимаю на видео. То есть у меня профессия, оператор. Ну, тем более, ты вот должен знать, как это делается. Я знаю, как это делается, да. Так вот, у тебя, значит, тоже есть этот инструмент. Я тебе главные мысли подвожу. Я тебе не про монтаж вообще рассказываю. А про то, что и у тебя, и у меня есть уникальный инструмент, который позволяет нам с тобой, вот, когда я монтирую, я, я, это, там же, я же не все в видео показываю. Я показываю только главные моменты. Ну, понятно, да. Мало того, что в этих главных моментах очень много чего можно услышать. То есть я вот 40 раз это все смотрел, и каждый раз что-то новенькое услышу. Так плюс еще важный момент есть в том, что мы вырезаем, а вырезаем мы зачастую процентов 80 или даже 90, да, лишнего? Да, да, да. Вот там тоже есть информация. И то есть вот это уникальный инструмент самоконтроля. Обратная связь называется для самого себя. Да, да. А другие об этом вообще не задумываются. Они думают, да зачем мне видео снимать? Да я так справлюсь. А зачем мне аудио записывать? Да, да. Даже если они записали видео и аудио, ну, они там, ну, максимум 2-3 раза посмотрят, и все. А когда ты монтируешь, ты в каждое слово, каждую букву, в каждый звук слушаешься. Плюс ты можешь там усилить звук, то есть услышать то, что другие вообще не услышат никогда. А усилив звук, ты слышишь то, что обычным слухом не слышно. Плюс ты можешь еще и видео там увеличить, приблизить там, и так далее, и тому подобное. Да, да. То есть это саморазбор своих собственных полетов называется. Во время монтажа. И вот когда ты видео уже загрузил, готовое на YouTube, и все его смотрят, все смотрят уже в таком виде, ну, как конфетку готовые. Но они не знают, как эту конфетку готовили, из чего она состоит. Они не видели весь процесс производства на конвейере, откуда сахар берется, откуда всякие там ингредиенты, как упаковку делали и т.д. и т.п. лингвистику все они не видят, складирование они не видят, ничего не видят, только готовый продукт, вот конфетка. Так вот я тебе говорю о том же, что ты когда говоришь «живой мужчина», то есть ты заешь вот эту конфетку черной мантии под названием «живой мужчина», так ты должен уметь рассказать, из чего эта конфетка состоит, как ее произвели, где хранились ингредиенты, как они были выращены, и все-все-все-все полностью. Да, все-таки все, а вот это вот свидетельство о рождении, вот это все, это все вот эти все документы, ну, паспорт, понятно, что это не паспорт, а ауслайс. То есть вот это все понятно. Ну, я, конечно, поразился, как вы так, не предъявляя паспорту туда, как они вас так пропустили, наконец. Конечно. И самой судье тоже. То есть я так понял, что вы не предъявляли паспорта, да, вот на заседание, просто зашли еще. В тот день я вообще, это... Никто не видел паспорт. Ага. Просто что вот, например, вот мне пришла, допустим, эта повестка, да, и вот я пришел без паспорта, они сказали, ну, а если у вас нет паспорта, как вы пройдетесь? Вот так вот, интересно. Ну, ты видел, где пришел? Ну, там, да, там сначала звонок был, и трубку не брали. А, ну, я так понял, что вы сказали, что вы все-таки, по-моему, на входе пристава, по-моему, показали, и сказали, что под принуждением, да? То есть вот это была... Ничего я ему не показывал. Он сам сбегал к черной мантии и спросил, можно ли живому мужчину, хозяина имени Антона, пропустить без документов. Ага. Пришел и сказал, сейчас пройдете. Ага. Ну, это все предшествовало... То есть вы сначала направили вот эти вот волеизъявления, да, где было написано, ну, там, что... Я хочу, чтобы... Ну, вот вы, ну, вот это я, так называемый, что вы там доказали, что вы судья, там, и всевозможные какие-то страхи, и документы, и все-все-все-все-все. То есть вы предварили, так сказать, свой приход вот этими вот волеизъявлениями, да? Подожди, подожди. Что-то меня коробит от слова «вы». Я тут один. Ну, да, ну, нет, ну, я все-таки вежливо пытаюсь отговорить. Так в том-то и дело, что... Подожди, в том-то и дело, что вежливее... Вот опять говоришь о том-то, о чем не знаешь. Сейчас я у тебя... Ты меня извини, но я тебе до каждого слова сейчас буду докапываться. Чтобы ты осознал, что ты не готов к теме живых. Смотри, на «вы» к кому обращаются? К врагам. Я тебе что, враг? Нет. А почему на «вы» говоришь? Нет. Ну, это вроде как принято в обществе. В обществе как принято? Кому на «вы» обращаются в обществе? Ну, к незнакомым людям. А почему ты сказал к врагам? У нас что, все враги, незнакомые люди? Я... Подожди. Просто бывает. Подожди. Я слышал такое. Подожди, подожди, подожди. Давай разберемся. Получается, согласно твоим словам, получается, что все незнакомые люди являются врагами? Нет. Ну, а почему ты так сказал? Ну, я просто слышал такое. Тоже ребята вот так вот на видео, когда говорят, давай я буду тебе на «ты» говорить, потому что на «руси» на «вы» врагов называли. Обращались к врагам. Слушай, вот это называется детский лепет. Кто-то где-то там что-то сказал. Меня не интересует, кто там что-то сказал. Меня интересует твое личное мнение. Как ты думаешь? Я думаю, что на «ты» можно называть человека, обращаться на «ты» к тому, кому ты доверяешь. Я так полагаю. Ты вот в семье как общаешься? С родными, с близкими? На «вы»? На «ты»? А на работе там или куда-то приходишь в учреждение какое-нибудь? На работе я большинством-то… Ну, я сейчас безработный. Вообще, в основном на «ты», конечно. Нет, ну вот ты позвонил сейчас незнакомому человеку и обращаешься на «вы». Ну, меня так учили. Так в том-то и дело, что вас учили, а вы не осознавали, чему вас учат. Завтра вас научат прыгать с девятого этажа. Вы что, все пойдете прыгать с девятого этажа? Нет. Почему? Ну, это смерть. Ну. А говорить то, что не осознаешь, это разве не моральная смерть? Согласен. Из вас делают недееспособных, а вы, ну, буквально убивают вас морально. Так вот, подвожу итоги по поводу «ты» и «вы». На «вы» обычно обращаются к незнакомым людям, то есть те, которые находятся вне вашего видения. Вы не знаете, кто это. Угу. Поэтому и отсюда и существует вот это понятие, что «вы» – это тьма, а «ты» – это свет. Буквально это означает так. Ты вот видишь, заходишь в темную комнату, там какие-то темные силуэты, один темный силуэт. Ты не понимаешь, кто это. Мужчина, женщина, инопланетянин, хрен знает кто. Ты говоришь «вы», потому что ты не знаешь, кто это. А как только ты включаешь свет и видишь, что это сидит там твой знакомый, ты сразу говоришь «о, так я тебя знаю, я тебя вижу». Буквально. Да-да. Поэтому на «ты» обращается, чем ближе человек становится, тем быстрее ты его на «ты» будешь называть. И так вот по идее это, то есть о чем это говорит? Вот к брату по идее все обращаются на «ты», потому что это брат, он равный. Перед родителями вы равны, то есть на «ты» обращается к тому, кто равный. Такой же человек, такой же мужчина, ну там сестра, там женщина. Поэтому на «ты» это вот наоборот, на «ты» это уважительно, это признание равенства. А когда на «вы», это непонятно кто, непонятно к кому обращается. Все во тьме, все в тумане, и никто никого не видит. Ну то есть ты на суде тоже к ней, к этой четке говорил «ты», ну «вы». К ней на «вы», да, потому что вообще не ясно. Я-то вижу женщину живую перед собой, а она что-то надела черную мантию какую-то, что-то из себя строит. Да, я вот это видел в момент, когда ты говоришь, что я вижу перед вами женщину, перед собой женщину в черной одежде, и у нее было такое растерянное выражение лица. Глаз, а не лица. Она в маске была. Ну, глаз, да. А, да-да-да, глаз, да-да. Ну было видно, что она растеряна, конечно. Ну потому что ей никто никогда такого не говорил. Ну да. Вот она сидит, непонятно кто, с виду женщина живая, а одета в черную мантию, еще и маска лицо закрыла. Кто это? Для меня вообще непонятно, я не вижу. Не, ну я вижу, но с виду одно, а на деле она говорит другое. Она говорит «я должностное лицо, я судья». При этом не показывает никаких документов, ни одного документа не показал. Кто это? Вообще непонятно. Да, у них железный аргумент, ну в заднем здании и суда находитесь. Нормально так. Ну и что, тогда я тоже судья, и что? Так получается? Ну да. Ну, нет, ну да, много таких приколов. Тогда и пристав получается судья, подождите, тогда и пристав получается судья, если он в здании и суда находится. Ну да. Что, если пристав наденет в черную мантию, а что, судей станет сразу? Ну да. Теперь ты осознаешь, что такое слово «живой»? Да. Ну как, ну, я честно говоря, я что-то такое, как говорится, ну я просто не мог это оформить словами, когда вот, как говорится, растолковали, понятно. Так вот это и есть понятие «живой». постоянно меняется, то есть и постоянно, не просто меняется, а меняется в сторону саморазвития, саморазвивающийся, вот это «живой» называется. Так вот я тебе полностью показал и доказал, что я осознаю, что я говорю, могу дать трактовку любому новому событию, которое произойдет. А у тебя этого нет. Потому что я в начале пути еще. Ну так, главное, что ты встал на этот путь и знаешь, куда двигаться. Ну да. А то ты даже не знал, какую дорогу выбрать, стоял у камня. У тебя в начале звонка была эта картина Репина там, или кого-то, Воснецова, я не помню. Встал у камня и не знаешь этого. Звонок другу. Антон, подскажи, куда мне идти, налево, направо или прямо? Или назад вообще? Не, ну назад-то что, назад не надо. А некоторые так и спрашивают, имеет ли смысл мне во все это залазить? Ну буквально спрашивают, а может мне назад вообще пойти? В другой камень поискать, где тоже есть развилка? Я понимаю, о чем ты говоришь. Ну хорошо, что ты понимаешь. Просто там вопрос, как говорится, о этом. Если у тебя уже столько всего происходило, насколько я вот почитал и послушал. Ну да. А я вот еще только в начале пути. Не важно где ты, в каком пути. Я тебе еще раз говорю. Ты что думаешь, у меня все, мой путь окончен что ли? Да у меня впереди знаешь, сколько еще всего? Нет, я этого не говорил. Вот через 10 лет я могу, я уверен, что я могу про себя сказать, что я вот сейчас, вот только сейчас, то есть через 10 лет я буду говорить о прошлом. Что тогда я находился в начале пути. Из любого момента времени можно сказать про прошлое, что это тогда я находился в начале пути. Все говорят, вот у тебя этот опыт, этот опыт, да у тебя знания, ты осушник, ты в компьютерах разбираешься, монтаж делать умеешь, юрисдикции разбираешься. Ты в том разбираешься, это умеешь, английский знаешь и все такое. Типа, ну ты же умеешь, а мы-то не умеем. А я говорю, а я что, я родился что ли таким? Да, да, да. Рождаются все одинаковые. Да. А потом уже приобретают эти знания. Ну так они как это приобретают? Им что, с неба падает или там почтальон приносит? Нет, это человек сам, как говорится, проявляет хотение, желание, волю и, как говорится, если ему это надо, он идет, 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 идет и изучает это. Ну вот. Это понятно. Ну. А то все думают, что я это, мне это, я не знаю, Дед Мороз что ли каждый год приносит, там дарит. Вот тебе знания и юрисдикции в виде флешки. Я беру и загружаю себе это в голову, и все, и теперь я типа знаю, как в Матрице. Ну-ка загрузи мне программу управления самолетом или там вертолетом. Ну раз загрузил, все, он теперь знает, как вертолетом управлять. Такого не бывает. Не бывает, согласен. Только сам, когда идешь и там ошибаешься, спотыкаешься. Да спотыкаться не обязательно. Один и тот же путь, одни и те же знания можно получить разными методами, разными способами. Кто-то пройдет этот путь там 500 раз споткнется, а кто-то пройдет ни разу не споткнется. Дело не пути, дело в том, что ты приобрел. Какие у тебя знания есть на данный момент? Какое сознание? Ну это мы вот ушли от темы. Давай вопросы по делу. Ну нет, я говорю, то есть по делу вот у меня вот предстоят суды. То есть мне вот прислали сейчас, мне надо будет на почту идти и там, видимо, не знаю что там, что-то из суда. Я пока не знаю, если это какое-то судебное заседание. Хочу к этому быть готовым. Постараться, по крайней мере, подготовиться. Ну вот и чтобы разобраться в этих терминах, потому что я видел, что у тебя вот это вот заседание последнее, ну вот то, что я видел вот это вот с этой судьей, так сказать, ты, получается, в процесс вообще не вошел. То есть ты не дал ей начать этот процесс, и она в итоге его как бы завершила и закончила все, скажем так, в твою пользу. То есть для нее это закончилось ничем, она отменила же, да, там что-то. Ты разъяснение к этому видео смотрел? Разъяснение? Ну я один раз смотрел, там еще женщина, там видео нету, там просто звук получается, картинки и звук. И там что-то женщина одна говорила, что вот, я там тоже сказала, что я живая женщина, и там что-то еще это. И какую-то ошибку она совершила, а ты сказал, что она вошла в процесс, что-то она там не так сказала, что вошла в процесс. А если она вошла в процесс, то все. А у тебя получилось, что ты не вошел в процесс. А что это значит? А ты только запомнил понятие войти в процесс. А что это означает войти в процесс? Ну, что ты дал себя идентифицировать как физическое лицо, что ты имеешь паспорт и так далее, и тогда можно с тобой совершать все, что угодно. А так ты просто сказал, что живому человеку документы не нужны, и я так понял. Ну, это все на поверхности. А за этим что стоит? Почему нельзя в процесс заходить? Ну, как почему нельзя? Чтобы тебе ничего не могли сделать, предъявить ничего не могли. Я не прав. Чего? Я не прав? Ну, в принципе, прав, потому что... Ну, как ты можешь быть не прав, если ты это все видел собственными глазами? Ну, надо. Ну, ты просто не до конца сознаешь, что происходит. Ну, вот я и пытаюсь разобраться. Ой, я просто устал уже это все рассказывать, потому что и в прямых эфирах, и в звонках, и в видео все одно и то же. Разъясняю, разъясняю. Народ смотрит, не слышит. Так. Ну, если бы я не хотел бы это понимать, то есть одно дело не понимать в принципе, а другое дело, когда я пытаюсь, я хочу это понять, но где-то что-то до чего-то у меня нет пока понятия. Поэтому я истанно... Подожди, подожди, разъясняй на образе. Смотри, рождается живой человек. Со стороны морского права, разъясняю. Рождается живой человек. Чтобы он просто так не бегал по земле, не предъявлял там права свои на землю. Для него специально создают маленькую лодочку под названием «Паспорт». Вот та самая персона, учетная запись. И говорят этому новорожденному, его буквально помещают на эту лодочку, родители его туда сами садят. То есть они ему эту персону назначают. Создают персону в виде лодки и сажают ребенка в эту лодку. И говорят, типа, вот теперь ты здесь капитан. Причем название лодки имеет там ФИО. А на лодке сидит маленький мальчик. Вот со временем он растет, превращается в мужчину, становится точнее мужчиной. И со временем, ну и сама лодочка растет там. Ну там квартира, имущество, работа, стаж, привилегии и все такое. Ну статус. То есть получается уже такая большая-большая яхта, там, я не знаю, корабль, тягач, там, танкер, что угодно. Ну танкер, это можно сказать корпорация, потому что там очень много людей на этом корабле. 40, там 100, 200 команда. Вот. А команды-то эти, любым судном один капитан. Один. Так вот ты, вот на этой лодке, ну можно сказать, на корабле под названием ФИО, они всех определяют на такие лодки, то есть дают им, вот этих персом подсовывают. И все плавают на своих кораблях. И когда там какие-то возникают конфликты, вот эти два судна, точнее одно твое судно, вызывают в порт под названием суд. И чтобы зайти в этот порт, ты должен показать паспорт, пропуск в порт. Ты пришвартовываешься и переходишь, то есть буквально заходишь в этот порт. То есть вот этот зал судебного так называемого засинания, это буквально, ну образно это порт, где есть свой капитан, то есть начальник порта, который надевает черные мантии и говорит, я здесь якобы наместник Творца. Главный здесь. Да, я здесь наместник Творца, вот смотри, у меня черная мантия, там белый воротничок, типа я тут роль священника играю. Я представляю воли Творца здесь. Я тебя сейчас буду судить, твое судно буду судить. И вот у него задача, чтобы ты сам себя признал капитаном данного корабля. Он тебя спрашивает, вот у тебя там корабль называется Иванов Иван Иванович. Он говорит, это ты, если ты признаешь себя этим капитаном, то он тебя и судит как капитана, как главного ответственного за данное судно. А если ты, вот это он делает только в том случае, если ты остаешься на этом корабле. Вот ты причалил и стоишь на корабле. Он буквально вот со стороны пирса подходит, эта черная мантия смотрит. Ага, капитан на судне. Ну раз ты на судне и ты там один, то ты за него и отвечаешь за это судно. Логично? Логично. Вот. А когда ты причалил и вышел с судна и стоишь рядом с ним, он подходит, ты стоишь на пирсе, и он стоит на пирсе. И вы таки смотрите на это судно. Он говорит, твое судно? Ты говоришь, нет. Он так смотрит, смотрит на это судно. Ну если ты ему паспорт в руки дашь, ну ты по сути ему судно передал. И он это судно рассматривает, рассматривает, рассматривает. Заходит на это судно, в трюм там заходит. Ну нету никого. Он обратно на пирс возвращается. Блин, а где капитан-то? Ты говоришь, не знаю. Он говорит, ну ты же капитан. Ты говоришь, нет, не я. Блин, а кто капитан-то? Кто за это судно будет нести ответственность? Вот ты. И вот тут вопрос, ловушка. Почему ловушка? Вот ты мне скажи, кто отвечает за судно, если на нем нет капитана? Ну, никто, по сути, если капитан главный. Нет, нет. На судне что висит на корме? Флаг. Ну. А флаг чей? Ну, флаг страны, которая принадлежит это судно. Принадлежит. Значит, кто отвечает за судно? Государство. Тот, кто его создал, построил это судно. Эмитент. Завод-производитель. Логично? Логично. Вон, на машинах, например. Едет мужчина на машине, бах, там какая-то вспышка, что-то замыкание. Он выскакивает, машина вспыхивает. Приезжает пожарный, тушат. Ну, там, я не знаю, ну, какой-то ущерб нанесен там, допустим, я не знаю. Рядом стояла будка какая-нибудь деревянная, она сгорела. Приезжает полиция, начинает разбираться. Кто, вот если водитель там же на месте и говорит, да, это моя машина, ну, он и будет отвечать. А если он докажет, что я не виноват, это брак завода-производителя машины, то будет отвечать та корпорация, которая выпустила эту машину. Логично? Логично. Ну, здесь то же самое. То есть, я не зашел на это судно. Она меня постоянно туда приглашала. И вообще, она поняла, что она меня на это судно вообще не заманит никак. То есть, я не зайду на набор корабля и не скажу, что я капитан этого судна. Так она меня вот здесь вот на пирсе, она рядом со мной стояла на пирсе, она пыталась меня, как сказать, войти в процесс. То есть, ну, признай, что это твое судно. Ну, начни что-нибудь пояснять за это судно. Расскажи мне, что вот там подкилим, что там в трюме находится. Какие паруса у тебя там стоят, это. Какой припас ты за это... Какой ход прошел этот корабль? Где он был создан? То есть, дату рождения спрашивают. В какой каюте живет капитан? То есть, место жительства спрашивают. Пытается слепить тебя вот с этим кораблем. Я понимаю. Я понимаю, о чем... Да, выявить тот факт, что ты являешься капитаном данного корабля. Я понимаю, о чем ты говоришь, да. Да, просто ты временно находишься на пирсе, на суше. А я ей говорю нет. И она стоит, не знает, что делать, потому что она представитель той самой фирмы, которая создала этот корабль. Ну, что получается? Она сама себя должна судить. Ну, да. А судить, это буквально отвечать за судно. Да, да, да. Во! Видишь, к чему пришли? Во, судить. Да. Отвечать за судно. И вот она, естественно, она почему... Обрати внимание, она там говорит очень важную фразу. Я разъясняю права вам. Точнее, не вам, а лицу. Вы же не являетесь лицом. Я говорю, нет, я не лицо. Права разъясняются лицу. Ля-ля-ля, это поля она начала там разъяснять. Так вот, она буквально сказала, вам, как капитану данного судна, я сейчас буду рассказывать, как я буду судить данное судно. А потом поправилась. Ой, то есть не вам, а тому, кто отвечает за данное судно. А кто отвечает за данное судно? Она. Потому что она единственная, кто там назвалась должностным лицом. А права она разъясняла лицу. А я не назвался лицом. Поэтому она сама себе зачитала эти права. Да, 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 да. Ты понимаешь, что происходит? Да, да. И она вот сама себя, вот она стоит на пирсе, смотрит, ну, бесхозное судно, никто за него не хочет брать ответственность. Ну, а кто за него, ну, то есть нету капитана. Ни на судне, ни рядом, нигде нету капитана. Не вижу я его. Вот не удалось ей вот эту, скажем так, кепку капитана надеть на какого-то человека. Вот она ходит с этой кепкой капитана. Этому дала, этому дала, этому дала. Никто не примеряет. Никто не хочет быть капитаном и отвечать за это судно. А кепка-то у нее в руках. Да, 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 да. Она же уже назвалась. Я, говорит, я судья. То есть я ответственный за данное судно. Я понимаю этот образ, да. Я понимаю, Антон. Да, 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 да. И вот она сама себя, она, ну, не захотела наказывать, понимаешь. Ну, как она сама себя судит? А скажи, пожалуйста, вот это вот, что вот это видео, вот это заседание, это было первое или там была целая череда их? Там, вот именно по этому вопросу именно два заседания было. Вообще у меня больше 20 заседаний было. Ну, вот эти два последних, они сайта, под ними живых конкретно идут. Ну, и все, то есть вот этим все завершилось, ну, именно вот это заседание завершилось, и тебя больше потом вопросов не дергают, да? Или просто еще время немного прошло. А кто меня дергать будет? В отношении персоны вынесено решение, дело прекратить ввиду отсутствия состава правонарушения. То есть она освободила судно, сказала, вот вокруг стоят эти приставы, ну, и вся вот этот весь административный ресурс ждет в порту, чтобы, что бы сделать с этим капитаном, который за это судно отвечает. А вот этот администратор порта, так называемого, в черной манте, он выносит бумажку, что данное судно свободно, и никаких претензий к данному судну нет. Все, я спокойно захожу на корабль и поплыл дальше. Ну, это по морскому праву так. Ну, да. Ну, я так понимаю, что вот эти так называемые суды, они вот по морскому праву и действуют, да, получается. А вот скажи, пожалуйста, ну, вот я читал о том, что вот при СССР было не Москва, а континентальное право, да? Нали. То есть, Антон, это Андрей еще раз беспокоит, и он случайно разъединился, или тебе уже некогда разговаривать? Нет, это по времени, это оператор обрубает, там час мы уже, наверное, разговаривали. А, что-то, что-то, ну, наверное, час, да, час прошел это. Ну, я понял, что это самое, да, я понял этот образ, я понимаю образа. Ты вопрос задал про континентальное право? Да, ну, что в СССР было континентальное право, но я так понимаю, что оно, как сказать, оно более гуманное, что ли, да, по отношению к человеку. Ты мне скажи, судно умеет передвигаться по земле? Нет. А что по суше передвигается? Ну, не знаю, автомобиль, телега. Ну, хорошо, неправильно задал вопрос, кто передвигается? А, неправильно, подожди, что передвигается? Тело физическое передвигается по суше. А, да-да-да-да, да. Вот я сейчас разговариваю, перевожу так это, с морского права на континентальное перевожу. Я сейчас, как капитан своего судна под названием физическое тело, с ногами, руками вот это вот двигается, разговариваю по телефону с другим капитаном другого судна. У тебя тоже там физическое тело есть? Ну, да, есть. И вы неразделимы. Только в случае смерти раздел происходит. Ну, да. А по морскому праву ты можешь выйти с судна? Ну, да. Разница очевидна? Ну, да, очевидно. А вот такой вопрос, скажи, пожалуйста, вот по поводу юрисдикции. Это вот то, что в Конституции написано, что юрисдикция РФ распространяется что-то там на континентарный шельф. Ну, я имею в виду, что ты вот эту тему как-то не прорабатывал в судах или как? Слушай, ты вот прям произносишь слово в судах, у меня аж сразу образ корабля возникает. Ну, в так называемый суд. Да. Тогда вот буду поправляться. В так называемый суд. Так в чем вопрос? Неясно. Переформулируй. Я имею в виду, что если там написано, что они на континентальной шельфе свою юрисдикцию распространяют, а мы-то на суше, а континентальная шельфа – это море, то есть они, получается, что они здесь делают тогда? Ну, ты-то на суше, но ты ведешь себя, как будто ты капитан корабля. Тебе вот это судно, тебе выдали паспорт на судно, бумагу на судно. И ты говоришь, я капитан этого судна. А есть это судно, нет его, плавает оно там, не плавает, это уже не важно. Есть документ. Ага. Ну да. Они в бумажную форму все перевели и все. Ну да, логично. А скажи, пожалуйста, а вот, допустим, если вот это было два, получается, ну, ты говоришь, два судебных заседания, то есть, и если, допустим, их несколько этих заседаний, да, вот оно там по каким-то причинам перенеслось, то есть там чего-то не хватает, вот, ну, что вот, тебе, вот, ты зашел, а в первом заседании ты заходил не как живой мужчина, а просто, да, как физическое лицо, или нет все-таки? Ну, пересмотри, ну, что рассказывать одно и то же, там на два с половиной часа полная версия видеопротокола первого судебного заседания называется. А, все, хорошо, я пересмотрю, да, 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 хорошо. Ну, в двух словах я там зашел не как мужчина, а как человек-мужчина. Ага. То есть я на первом заседании решил это, ну, скажем так, протестировать, что такое человек-мужчина. И мне очень понравился результат, она со мной разговаривала на равных, она со мной советовалась. То есть мы стояли вдвоем с ней на пирсе, я вышел с судна и говорю, я не капитан. Да. Просто что у меня, как сказать, уже было несколько процессов. Там одно заседание, другое, потом апелляция. И вот сейчас на Кассабцию я поднял, я не знаю, чем все это закончится. Но получается, что я, вот у меня не было этого знания, и я как-то вот выкручивался так, как умел. Ну, получается, теперь, что если дошло дело до Кассабции, то мне бы по этим правилам и дальше идти, или я могу в Кассабцию зайти вот тоже как живой человек, как вот ты считаешь? Да я уже два с половиной года везде как живой мужчина. В шапке у меня везде было написано. Человек там... Ну, я читал, я читал эти документы, да. Ну, а в чем проблема? Угу. То есть это можно на любой стадии просто взять и заявиться, да, вот как живой человек? Да не то, что на любой. Ты, если заявил, если сказал, что ты грусть, так полезай в корзину. Ну, да. А вы, получается, что вы хотите? Залез в корзину, потом говоришь, а я не грусть. Я там белый гриб. И начал перебираться в другую корзину. Угу. И вот так бегаете из корзины в корзину, то в корзину, то из корзины. Если уж сказал, что живой мужчина, так и действуй как живой мужчина. Я понимаю, да. Но я еще пока этого не говорил. То есть я еще не заявлялся. Не, вот перед... Заявляться нельзя. Заявляться – это заявью. Где-то за пределами нашего существующего мира. Заявью. А как тогда это? Как это должно быть? Да никак. Не являюсь, не заявляюсь. Я мужчина. Все. Я живой мужчина. Хозяин меня, Антон. Угу. Не представляюсь, не являюсь, не заявляюсь. Чтобы мне это не надо. Заявляться куда-то там чего-то. И обрати внимание, вот они, вот эти постаменты в заседаниях делают. Угу. Чтобы они выше были. Какой-то, какой-то вот этот, я не знаю, то ли палуба, то ли пирс такой, так они делают. Но факт в том, что они всегда находятся выше. Ну да, да, да. Чем выше суд, тем они выше находятся. Угу. И когда они, вот именно почему это требует, чтобы все сели, это чтобы все ниже их оказались. И обрати внимание, открой свой этот документ под названием, бумагу под названием паспорт. И обрати внимание, что у них даже роспись выше находится, чем роспись того, кто... Вот роспись слева, она находится выше, чем роспись справа. Это тоже не просто так. Да, да, да. Я эту тему тоже изучал насчет этого. Там и капслок, и печать, и подпись непонятно кто поставил. И все это, все это, как бы я изучал. Ну кто, кто? Эмитент? Кто выпустил? Ну, ну да, да, да. Завод-производитель. И деньги, то же самое. Это не деньги, а не пойми что. Особенно вот эти 200-рублевые, 2000-ные купюры, на которых стоит QR-код. Да вообще. Я когда людям говорю, что это не деньги, они все удивляются. Ну, в основном, в основном, ну, никто не знает эту систему вообще. Вот сколько я общался. Да чего-то, чего разъяснять. Возьми это, документы, вон, которые мужчина из Пермита. Он же доказал через суд, что эти бибарики не являются денежными средствами. И у него там полный пакет документов есть. Распечатай и все, и показай. Пускай сами догоняются. Более того, подожди, более того, он это на практике доказал. Он подал иск в так называемый суд на 20 миллионов, и при этом что-то он там заплатил госпошлину всего 300 рублей. Хотя по расчетам там должен был чуть ли не миллион заплатить. То есть он приложил вот эти документы, которые доказывают, что бибарики не являются денежными средствами. И все. И у него иск приняли. Вот это тоже распечатай и показывай. Знаете, смотрите. Это как бы некий денежный суррогат. Это вот, не, ну просто я бывал вот здесь у нас в Омске на процессах, которые связаны с финансами, с кредитами, там все. И были люди, которые вот эти документы все показывали, там официальные ответы от Центрального банка, что это деньгами не является и так далее. А им пофигу этим судьям. То есть они вообще, они по бескределу просто. То есть у нас в Омске настолько беспредельный суд, просто ужас. Да нету там беспредела. Нету. А что там есть? Я тебе разъяснил, что там есть. Там есть капитаны, судные, пирсы и черные мантики. Нет, я понимаю, но если тот человек из Керми документы предъявил там все эти и доказал, каким образом они, надо что, что они согласились. Ну вот потому и согласились, потому что он не скандалил, он не говорил, что там беспредела, еще что-то. Нет, так никто и не скандалил. То есть тоже так же вот все. Показывали все эти документы, а судья просто на голубом глазу. Он вообще даже не обращает внимания, так называемый судья. А не обращает он внимания, потому что скорее всего до этого кто-то из вас признал себя капитаном данного судна. Ему же не важно. Какие у тебя там... А, все понял. Ему же не важно, что у тебя там в трюме, что у тебя в карманах. Назвался капитаном, полезай на судно. Все. А, понятно. А как же вот получается там вот в видео, в самом начале видео, ты там идешь в канцелярию, ну что там подать вот эти вот все бумаги. А скажи, вот это действительно важно, что нужно вот именно лично туда зайти и занести вот эти бумаги? Или это можно сделать по почте? Нет, конечно, не важно. Это просто мне так удобнее. Я не хочу деньги тратить, чтобы на почте где отправлять что-то. Ну-ну-ну. Или в электронном виде. То есть у меня было вот так, что я в электронном виде туда посылал через это газ. Газ, система эта, газ правосудия, что ли. И они принимали это. Ну, все правильно. Есть шесть способов, как минимум, как отправить эти бумаги в так называемый суд. Понятно. Вопросы? Ну, очень. Да, Антон, ну, пока во всяком случае на данном этапе достаточно все исчерпывающе и образно. И я понимаю язык образов. То есть вот я понимаю, о чем ты мне рассказал. Чего? Я благодарен тебе, что ты убил мне время. Благодарствую. Могу разместить для всех? Что-что? Разговор для всех могу разместить? Ну, конечно. Конечно. Как это, в общее дело. То есть у тебя запись, да, там. Ну, это не важно. Я не против. То есть я понимаю, что я еще в начале пути. И я благодарен за то, что ты мне что-то разъяснил. Ты опять не осознаешь, что ты говоришь. Я тебе говорю, можно, а ты говоришь, я не против. То есть ты не сказал, да, можно. А, да, можно. Ну, вот, другой ответ. Да. Не возражай, это не значит, что я даю добро. Ага. Хорошо. Ну, все. Давай, благодарствую. Ну, идите, идите. А, Антон, скажи, пожалуйста, а можно будет еще как-нибудь еще позвонить тебе? А, еще вопрос. Это вот группа ВКонтакте, там вот была ссылка на группу ВКонтакте, все будет надзор. Это вот там вот и про мужчину из Перми, да? Можно найти. Про мужчину из Перми смотри видео, называется «Два КамАЗа с деньгами у подъезда». Ага, понятно. Ну, и это самое, я, скажи, пожалуйста, а можно будет тебе как-нибудь перезвонить, ну, вот по результату пообщаться? Да, конечно, можно. Вот у меня будет. Понятно. Ну, вот, просто еще раз напоминаю, я Андрей из Омска. Добро, добро. Да, я благодарю еще раз за уделенное время и здоровье. Благодарствую. Давай, счастливо. Всего доброго. Всего доброго. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok